Доброе утро! Эмоции яркие, все очень крупно, как бы интересно. Понимала, что конкуренция будет серьезной, нужно держаться, работать и бороться. Серебряная медаль у представителя Московской области Назарова Александра. Серебряная медаль и у другого нашего биатлониста Александра Назарова. Он стал вторым в спринте на 6 километров. И это его очередная победа. Очень сильно обрадовался, потому что именно к этому я и стремился. И, по-моему, меня переполняли эмоции. Я в тот день очень был доволен собой, горд. В каком-то смысле именно летом закладывается огромная часть работы, которая будет потом использоваться зимой. Отдыхать биатлонистам некогда. Они продолжают тренироваться. Правда, вместо лыж у них сейчас двухколесные роллеры. За годы тренировок спортсмены привыкли и к ним. Они более короткие, за счет чего они требуют более быстрых движений. Они требуют, скажем так, более хорошей техники, потому что частота достигается именно правильностью техники. И поэтому можно сказать, что на них выше частота в первую очередь. Упорные тренировки и жесткая самодисциплина. Вот секрет успеха юных биатлонистов. Так говорит тренер со стажем Андрей Верьянов. Под его опытным руководством ребята регулярно завоевывают призовые места. И тут надо иметь и крепкие нервы, и, как говорится, и ясную голову, потому что биатлон – это все время надо думать, как подойти к рубежу, посмотреть, влечь на свою установку. Потому что если лёг не на свою, тебя снимут. Биатлонисты тренируются три раза в неделю, причём на разных площадках – в лесопарке, в спортивном городке и в Тире. Мы так поставим, защитим и нажимаем, отрабатывая хвост и спуск. Впереди у спортсменов очередные сборы. Уже в эту субботу они вновь поедут в Беларусь. Юлиана Мазырина, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова